День защитников Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля, давно уже стал по-настоящему народным праздником. Всю историю России ее граждане с оружием в руках отстаивали независимость страны, освобождали родную землю от неприятеля. В этот праздник чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах вооруженных сил. Ветераны боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, спасатели, правоохранители, сотрудники Росгвардии, пожарные, казаки. Словом, все, кто так или иначе связан с благородным делом защиты России, пришли в преддверии Дня защитников Отечества на торжественный прием к главе Славянского района. Роман Сенеговский от души поздравил всех приглашенных. И вот хочу сказать спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны, нашим защитникам Отечества, которые сегодня несут военную службу. Вот пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо сотрудникам МЧС, которые спасают наших жителей в мирное время. Это и подтопление, с чем мы столкнулись, это и пожары, и любые разные, скажем так, техногенные и природного явления чрезвычайной ситуации. Конечно, хочу сказать спасибо тем, кто занимается сегодня патриотическим воспитанием, ну и всем мужчинам, наверное, которые прежде всего защищают свою семью, защищают свою женщину, защищают свое Отечество. К поздравлениям защитников Отечества присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Позвольте мне от имени Совета муниципального образования Славянский район поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником доблести и чести, Днем защитника Отечества. Вот послушав сегодня о вас, вы действительно легенды нашей страны. Вы во все времена защищали нашу Родину, выполняли интернациональный долг с доблестью и честью. Поэтому в этот предпраздничный день позвольте вам пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, боевого братства. На торжественный прием были приглашены 20 человек, за плечами каждого года отданные служению Родине. Свой вклад в безопасность страны вносят не только военные, но и те, кто в мирное время защищает жителей. Это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Спасатели и пожарные каждый день, порой рискуя собственной жизнью, помогают людям. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес каждого из собравшихся. Артисты городского дома культуры подготовили для них музыкальные подарки. Славим мы героям, берегущий мир, тем, кому дороже, честь они пути. Перед всеми войнами, огня и времен, мы слоняем головы и низким опадлом. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, мужество, преданность и беззаветную любовь к Родине и в честь Дня защитников Отечества участникам приема были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Многие из них после службы в рядах вооруженных сил продолжают трудиться на благо родной земли, а также вести общественную работу. Это праздник разносторонний. Мы вспоминаем все, всю свою службу. И очень хорошо, что когда-то правительство приняло решение, что вести этот праздник именно 23-го. Пускай немножко название не другое имеет, но тем не менее, очень правильно сделали. И мы всегда готовы, наверное, и сейчас, еще в запасе, наверное, выступить на защиту своей Родины. Не только, как бы говорится, Советского Союза, но и России нашей. Когда спрашивают, кого сейчас защищать? Россию. Мать, отца, детей своих, свою землю. Хотелось бы сегодня в преддверии праздника Дня защитников Отечества поздравить всех ветеранов, тех, кто служит в вооруженных силах. Поздравить праздник, пожелать всего самого хорошего. Ну и прежде всего, немножко отойдя от той традиции, хотелось и поздравить наших половинок. Это наших жен, которые по гарнизонам, по всем трудностям, со всеми нашими трудностями делились поровну. И сопровождали нас, и оказывали нам огромную помощь. За этим праздничным столом становится все меньше ветеранов Великой Отечественной войны, трудников тыла. К сожалению, сейчас с нами был только один представитель этого поколения, которое сломило хребет фашизму. И те, кто был за этим столом, это, конечно, очень малая толика тех замечательных защитников, которые в нашем районе, каждый на своем месте, выполняет и воинский, и служебный долг, и воспитывает молодое поколение. Очень приятно было выслушать добрые слова в наш адрес. День защитника Отечества – это праздник, который символизирует самоотверженность, благородство, мужество и честь. Такой армией, как армия Россия, и такими воинами можно гордиться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».